Брестская крепость. Героям бессмертного подвига посвящается. Разбитая крепость над Богом стоит, не камни, а мытые кровью. Мы верим, навеки народ сохранит бессмертную славу героев. Брестская крепость. 22 июня 1941 года. На рассвете здесь разорвались первые немецкие снаряды и бомбы. Советские пограничники первыми встретили врага. На взятие застав фашисты отводили минуты. Пограничники держались часы, дни, недели. Здесь фашисты впервые узнали, что такое советская стойкость и советское мужество. Немецкое командование планировало захватить Брестскую крепость в первые часы войны. К моменту нападения Германии на СССР в крепости дислоцировалось 7 стрелковых батальонов и один разведывательный, два артиллерийских дивизиона, некоторые спецподразделения стрелковых полков и подразделения корпусных частей, сборы приписного состава 6-й Орловско-Краснознаменной 42-й стрелковой дивизии, 28-го стрелкового корпуса 4-й армии, подразделения 17-го Краснознаменного Брестского пограничного отряда, 33-го отдельного инженерного полка, часть 132-го батальона войск НКВД, то есть от 7 до 8 тысяч советских воинов и 300 семей военнослужащих. С первых минут войны крепость подвергли массированным бомбардировкам и артиллерийскому обстрелу. Штурмовал обрезку крепость немецкая 45-я пехотная дивизия, которая наносила лобовое и фланговые удары во взаимодействии с частью сил 31-й пехотной дивизии. На флангах основных сил действовали 34-я пехотная и остальная часть 31-й пехотной дивизии, 12-го армейского корпуса 4-й немецкой армии, а также две танковые дивизии 2-й танковой группы Гудриана. Противник в течение получаса ввел ураганный артобстрел по всем входным воротам в крепость, предмостным укреплениям и мостам, по артиллерии, автопарку, по складским помещениям с боеприпасами, медикаментами, продовольствием, по казармам, домам начальствующего состава. Следом шли ударные штурмовые группы врага. В результате артобстрела и пожара большинство складов и материальная часть были уничтожены или разрушены. Перестал действовать водопровод, прервалась связь. Значительная часть бойцов и командиров была выведена из строя в самом начале военных действий. Гарнизон крепости расчленен на отдельные группы. В бой с противником вступили пограничники на Тереспольском укреплении, красноармейцы и курсанты полковых школ 84-го и 125-го стрелковых полков, находившихся у границ на Волынском и Кобринском укреплениях. Упорное сопротивление позволило утром 22-го июня выйти из крепости примерно половины личного состава, вывести несколько пушек и легких танков в районы сосредоточения своих частей, эвакуировать первых раненых. Через мост у Тереспольских ворот штурмовые группы врага прорвались в цитадель. В центре ее захватили доминирующие над другими постройками здания полкового клуба. Бойцы гарнизона, уцелевшие после артобстрела, сгруппировались под командованием оставшихся командиров, и немцы получили ощутимый отпор. В отдельных местах нападавших встретили жесткие штыковые атаки, которые оказались для них полной неожиданностью. Нападение стало захлебываться. И не просто захлебываться, а гитлеровцам пришлось уже самим держать оборону. В цитадели немцы смогли удержать лишь некоторые участки, в том числе и господствующие над остальными крепостными сооружениями здания клуба, переоборудованное из бывшей церкви. Кроме того, в распоряжении немцев оказалось помещение столовой комсостава и часть казармы у Брестских ворот. За сутки немцам пришлось ввести дополнительные силы, оставленные в резерве. Вместо первоначальных трех батальонов группировка штурмующих крепость увеличилась до двух полков. Артиллерию немцы не могли применять в полной мере, чтобы не уничтожить собственных солдат. О мужестве бойцов гласят их надписи на крепостных стенах. Нас было пятеро – Седов, Грутов, Боголюб, Михайлов, Селиванов. Мы приняли первый бой 22 июня 1941 года. Умрем, но не уйдем отсюда. 26 июня 1941 года. Нас было трое. Нам было трудно. Но мы не упали духом и умираем, как герои. Об этом же свидетельствует обнаруженное во время раскопок Белого дворца останки 132-х воинов и надпись, оставленная на кирпичах. «Умираем, не срамя». Документы говорят о пулеметчике Саблине. Тяжело раненый в обе ноги, сжав зубы, теряя сознание, он бил из пулемета по наседавшим гитлеровцам. У другого бойца Григорьева правая рука была раздроблена разрывной пулей, но он продолжал стрелять. Тяжело раненый Кузьмин, истекая кровью, бросал гущу фашистов гранату за гранатой. Его последними словами были «Вы сволочи! Не возьмете нас никогда!» Гитлеровцы методически целую неделю атаковали крепость. Советским воинам приходилось отбивать по 6-8 атак в день. Рядом с бойцами были женщины и дети. Они помогали раненым, подносили патроны, участвовали в боевых действиях. Среди защитников крепости была жена одного из пограничников Катя Тарасюк, сельская учительница-комсомолка. Она приехала к мужу провести свой отпуск. Первые дни боя Катя ухаживала за ранеными. Она осторожно поила их из котелков, стараясь не пролить ни одной капли драгоценной влаги. Перевязывала раны. Муж ее пулеметчик погиб во время очередного налета на крепость фашистских пикировщиков. Когда Катя узнала о смерти мужа, она сказала «Дайте мне его пулемет». Кончалась вторая неделя обороны. Красное знамя по-прежнему развивалось над цитаделью. Германское командование устанавливало один срок взятия крепости за другим. У защитников крепости были еще боеприпасы. Но продуктов становилось все меньше и меньше. А запасы воды иссякли. Чтобы утолить жажду, брали в рот сырой песок. В подвалах на соломе метались раненые. Искали колодцев, не нашли. В одном подвале обнаружили немного льда, его поделили на маленькие кусочки. Ни муки голода и жажды, ни бомбежки, ни провокационное предложение гитлеровцев. Ничто не могло сломить духа советских воинов. Фашисты пустили в ход танки, огнеметы, газы. Поджигали и скатывали с внешних валов бочки с горючей смесью. Горели и рушились казематой. Нечем было дышать. Но когда в атаку шла вражеская пехота, снова завязывались рукопашные схватки. В короткие промежутки относительного затишья в репродукторах раздавались призывы сдаться в плен. Находясь в полном окружении, гарнизон мужественно сражался с врагом. Только за первые девять дней боев защитники крепости вывели из строя около полутора тысяч солдат и офицеров противника. К концу июня враг захватил большую часть крепости. 29 и 30 июня гитлеровцы предприняли непрерывный двухсуточный штурм крепости с использованием мощных авиабомб. 29 июня погиб, прикрывая несколькими бойцами группу прорывок и жеватов. В цитадели 30 июня гитлеровцы схватили тяжелораненых и контуженных капитана Зубачева и полкового комиссара Фомина, которого фашисты остреляли недалеко от Хомских ворот. 30 июня после длительного обстрела и бомбежки, завершившихся ожесточенной атакой, гитлеровцы обладели большей частью сооружений Восточного форта. Захватили в плен раненых. В результате кровопролитных боев и понесенных потерь обороны крепости распала снаряд изолированных очагов сопротивления. Дольше всех продержали защитники Восточного форта. Их было около 400 человек. Командовала эта группировка майор Гаврилов. Немцы шли в атаку на этом участке до 10 раз за день и каждый раз откатывались назад, встречая ожесточенное сопротивление. И только 29 июня после того, как немцы сбросили на форт авиабомбу, форт пал. Вырвавшись из форта, тяжелораненые Гаврилов и секретарь Комсомольского бюро 98-го отдельного противотанково-артиллерийского дивизиона «Деревянка» попали в плен. Ну и позже, 20 чисел июля, в крепости продолжали сражаться советские воины. Последние дни борьбы овеяны легендами. К этим дням относятся надписи, оставленные на стенах крепости ее защитникам. «Умрем, но из крепости не уйдем. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» Ни одной из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости, не досталось врагу. Знамя 393-го отдельного артиллерийского дивизиона закопали в Восточном форту старший сержант Семенюк и рядовые Вольфарков и Тарасов. 26 сентября 1956 года оно было откопано Семенюком. В подвалах Белого дворца инженерного управления клуба казармы 333-го полка держались последние защитники цитадели. В здании инженерного управления в Восточном форту гитлеровцы применили газы против защитников казармы 333-го полка в зоне 125-го полка огнеметы. Почти месяц сдерживали советские пограничники врага в Брестской крепости. Сковывали его силы, затрудняли продвижение вперед. Противник вынужден был отметить стойкость и героизм защитников крепости. В июле командир 45-й немецкой пехотной дивизии генерал Шлиппер в донесении о занятии Брест-Литовска сообщал, русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и настойчиво. Они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению. Оборона Брестской крепости Оборона Брестской крепости – пример мужества и стойкости советского народа в борьбе за свободу и независимость Родины. Защитники крепости, воины более чем 30 национальностей, до конца выполнили свой долг перед Родиной, совершили один из величайших подвигов в истории Великой Отечественной войны. За исключительный героизм при защите крепости, звание Героя Советского Союза присвоено майору Гаврилову и лейтенанту Кижеватову. Около 200 участников обороны награждены орденами и медалями. 8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено почетное звание «Крепость-Герой» с ручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова